Ребят, всем привет! С наступающим Новым Годом! Вернее, вас уже с наступившими праздниками! С Новым Годом и с наступающими праздниками! Рождеством, Старым Новым Годом! В общем, всеми праздниками, которые есть! У нас сейчас почти 9 часов утра, в 10 мы выезжаем в город праздновать Новый Год! Собираемся, сейчас мы будем завтракать! И сегодня у нас поездка в город! Потому что будет очень долгая поездка, мы будем разные дела делать еще до друзей! А уже в следующем видео посмотрите сам Новый Год, как мы празднуем! Правильно, ребят? Потому что сегодня еще у нас мы не сразу к друзьям, а сначала по делам едем! А потом уже только будет праздник! Так что оставайтесь с нами, поехали! Еще раз всех поздравляем с Новым Годом! Новогоднее зелье к столу! Да, лимонад, лимонад! Ты нам сейчас его загадуешь! Лимонадик! Да, загазирую! Загазирую! Все, вот бутылочку сейчас мы с тобой перельем! И будет у нас лимонад! Ирочка морс сделает! Не помню, из клюквы или из чего там! О, этот, компот! Морс, морс, я вам говорила! А мы лимонад! И будет у нас морсо-лимонадный Новый Год! Все убежали в ленту, а мы с Борюсиком, да, сына? Саша, подожди! И с Максимкой остались в машине! Я тут Максимку кормлю кашкой с кроликом! Да, сына? Кукурузная кашка с морковкой! С кабачком! И с кроликом! Вкуснятина! Вот так! Ой, как вкусно, скажи! Да, скажи, как вкусно! Кролик нам по душе пришелся! Скажи, на кролика аллергии у нас нету! Красота! Мы теперь мясное тоже нашли! Теперь рыбу будем подбирать, на которую не будет аллергии! Яйца мы нашли! Мясо нашли! И теперь осталось рыбка подобрать! И все, скажи! И у тебя будут все продукты! Овощи нашли! Фрукты нашли! Давай! Даже печеньки, скажи, я ем! Да? Без глютена! Даже печеньки, скажи! Папа с мамой мне покупают специальные нашли! Будем очень надеяться, что, конечно, перерастет он это все дело! Потому что к нам как-то друг приезжал, который... У него аллергия на глютен! Пожизненно, так сказать! И, конечно, это очень жестко, потому что только определенные хлебцы, ничего мучного, специальная мука! Ну, короче, это очень сложно жить, когда аллергия идет на глютен! И на молочный белок, на коровий белок! Ну, рассказывай, что купили! Будем хлеб печь! Ну, серьезно! Это Тимофей себе купил какой-то опыт хочет делать! Опыт на своем канале будет делать? Да! У Тимофея уже рабочий канал, который был раньше веселой анюта! Мы ссылочку на него оставим в описании видео! Так что переходите! Тут он собрался опыт делать! Купил мыло, дрожжи! Ага! Так! Купили вешенки, да? Да! Шампиньоны! Шампиньоны, кабачок, кабачка два штуки взял вовсе, вот такие хорошие, хорошие! Хорошо! И чашечки! Помните, мы говорили, что докупим чашечки? Ты их проверял? Да! Эта самая цветная капуста, вот как была в тот день, вот такая, никакая, то я ее не брал! А на чашке скидка была? Нет, 93 рубля уже чашка! Ай, жалко! Ну, ничего, надо докупить было! Теперь у нас полный комплект почти чашек! Еще осталось 5 больших, вернее, кружек, 5 больших кружек заказать! У нас на 20 персон есть посуды, вот такой коричневой, стеклянной, прозрачной! Что, едем дальше? Да, поехали! Приехали мы на центральный рынок, Боря побежал в транспортную компанию забирать нашу посылочку! Уже дома покажем, что там! Еще нам нужно здесь купить яиц и в аптеку зайти, некоторые лекарства купить тоже! Так что на центральном рынке долго мы не задержимся, уже очень хотим все кушать, хотя вроде бы не так и много времени прошло, но все равно кушать уже хочется, поэтому сейчас будем искать столовую, где покушать! О, пока я тут разглагольствовала, Боря уже и яйца принес, и посылку принес, какой ты шустрый! Ездим мы тут везде по центральному рынку, ищем столовые, где нормально можно покушать и по нормальной цене! По адекватной! Потому что когда в одной столовой суп норма 70 рублей, а в другой 130-150, то это уже неадекватно! Ну давай, беги, посмотри! Короче, нужно сейчас что-нибудь найти, чтобы у меню было нормальные цены адекватные, и это все скомпанировать, еще и чтобы недалеко идти! Еще и бесплатно, чтобы отдали! То есть когда я сказала цены адекватные, это значит бесплатно! Иди, иди! И рванем дальше! Нам еще чуть-чуть, буквально пару мест, и все, едем праздновать Новый год! Как же хорошо быть сытым, а! Сытые дети, сытые родители, это спокойствие в машине, и более, как это сказать, комфортное решение вопросов в городе! Если это брать в масштабе города, то все ходят спокойные, счастливые! Нет, что-то милиция ездит, значит что-то видно голодный остался! Нет, ты кому-то плохо стало! А, переел! Переел, точно! Приехали мы на Знаменский, Боря пойдет покупать, что там пойдешь покупать-то для машины? Прокладку на штаны! На штаны? На машину? Машина штаны носит? Да, у нее есть штаны! Серьезно? Да! Я не знала! Двигатели! После коллектора идут штаны! Прикольно! Вот прокладку на штаны пошел покупать, Боря! Обручальное кольцо! Ну ты же не спросил, хочу ли я быть твоей женой! Сначала спросить надо! Ты хочешь быть моей женой? Конечно! Куда денешься? Тихо! Тихо! А теперь как я тебе буду кушать, готовить? Это на вторую руку! Нет, вторую не дам! Спасибо! Меня заново взяли замуж! Так что... Еще одну взял! Значит, нахожусь с женой, раз... Снова и снова мне муж предлагает выйти за него замуж! Это уже третий раз в жизни, когда ты мне предложил выйти за тебя замуж! Первый раз... Сколько? Каким женщинам еще один и тот же муж предлагает три раза выйти замуж, будучи замужем? Нет, я первый раз! Без замужества! Первый раз без, а потом... Потом с кольцом, с нормальным, а потом с кольцом машинным... А потом для штанов! Прикол! Так что ты виляешь? Только хотела сказать, приехали в Рич Фэмили, а ты куда-то когни опасно поворачиваешь! Думаю, может я ушиблась или что? Короче, приехали мы в Рич Фэмили, только почему-то мы идем по заправке, не могу понять почему! Мы будем заправляться! А Рич Фэмили вот там! Нам нужно купить очень важную для детей вещь, сейчас покажем что! Короче, в Рич Фэмили опасно ходить с деньгами, я тебе скажу так, здесь все хочется купить! Все на что не посмотришь, хочется купить! Ты что? Поэтому я тебе веду вот такими кутями, чтобы ничего не хотелось, пока находитесь, где ничего не доходитесь! Да-да-да! Так! Что же, что же, что же мы будем брать? Да что, ты нашел, не? Да! Что-то ты нас водишь окольными путями какими-то действительно! О! Точно! Мы пришли туда, куда надо, только что мне эти не нравятся! О! 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 Вот это оно! Вот такие у детей сломались, да? Не, не такие сломались! Не такие, не такие? Короче, деревянные, говорит, у них остались, а те, которые были пластиковые, мы какие-то им взяли, они, говорит, поломались! Вот это вот! Хотим взять детям клюшки и шайбы! Потому что мы сегодня едем к друзьям, мы решили детям взять с собой, чтобы в хоккей поиграть, у нас только две клюшки осталось, и дети говорят, нам не хватает! Тем более, мы тоже каток залили, и им нужны большие, но это очень большие! Они говорят, что им нужны не маленькие, не низкие, но навряд ли взрослые им подойдут сейчас! Да, вот средние, да, хорошенькие! Почем одна? Вот это почем? Хорошенькие клюшки! Ну, в районе 400 рублей, в любом случае, 350, 470, 410, короче, в районе 400 рублей клюшка, берем! И штучки три, шайбочки возьмем, есть детские, оказывается, шайбы и взрослые! Детские по 65 рублей, а эти тяжелее, они большие, 85, нам детские надо! И сейчас поднимемся на второй этаж, попробуем Максимке выбрать подарок на день рождения! Мне уже вот-вот, буквально через 7 дней день рождения! Какие через 7? Через 8? Через 8, через 9? Через 9, я что-то 7, слушай! Единственное, что праздновать мы будем, наверное, попозже его! Ребята-то у нас в Новосибирск уезжают, 2-го, и приезжают аж 12-го! Поэтому и Рождество, и день рождения Максимки мы будем праздновать, когда ребята вернутся из Новосибирска! Мы так решили, что хотим все-таки вместе все отпраздновать! И это... Но сейчас что-нибудь выберем! У нас есть на примете кое-что, но вам показывать не будем! Приехали мы в Пони-экспресс, они до трех сегодня работают! Нас Алиса не туда повела, мы опаздываем! Сейчас уже 3.02, наверное, или 3.03! Боря, короче, побежал! А ты постучи, позвони, может откроют! Да что ж такое, на пару минут опоздали! Я думаю, что они... Они раньше, потому что я не могла дозвониться, пока мы сюда ехали! Нет, они ушли раньше! Сейчас просто 3 часа, 1 минута! Ну да, если бы они были! 15-й, 1-й! Да! Они раньше намного ушли! Ну что, 31-го число! Хотя мы звонили, уточняли, до трех, точно до трех! Ну получается, мы ровно в три пришли! Да! Приехали ровно в три! А я за минут 15 не могла им дозвониться! Никто трубку не брал! А ты куда отъезжаешь? Мы тут пиццу заказали! Где тут? С обратной стороны дороги! Фокс Пицца! За Фокс Пиццей мы идем! Да, сына? Вот так вот! Мы, кстати, впервые пробовать будем именно Фокс Пиццу! Да, ты в туалет хочешь? Давай, я тебя в туалет поведу! Пойдем! И впервые будем именно эту пиццу пробовать! Мы обычно додо заказываем! А нам друзья сказали, что здесь очень вкусная пицца! Поэтому закажем сегодня здесь! Вернее, нам уже почти ее сделали! Да? Сейчас в туалет и заберем! Что здесь? Игровая! Вот такие пиццы! Сейчас приедем! И как пообедаем у друзей! Вы знаете, что удивляет немножко? Что дороги скользкие! Вернее, не сами дороги удивляют скользкие! Что их ничем не посыпают! Мы только и замечаем с Борей на дороге! Одного чуть заносит, другого заносит! Это на поворотах! Ну, это опасненько так! Такая гололедная дорога в городе! Я вот на двух мостах еду! Отлично! И можно нормально тронуться с места! Без пробуксовок! Хотя бывают пробуксовки! А вот переднеприводные или только заднеприводные! Только шлифуют! Постоянно шлифуют дорогу! Ну, вот это, говорю, странно! Почему не посыпают? Ура! Мы добрались! Вова ворота открывает! Сейчас будем заезжать к ребятам! Не будем! Не будем? А, это же мы сейчас еще уезжаем! Точно! Это же мы не окончательно приехали! Там машина у них стоит! Мы туда не заедем! Ну и плюс сейчас уезжать еще нужно будет! В общем, ребята решили все-таки в новом доме, недостроенном, праздновать! Потому что в стареньком, говорит, ну уже как-то мы привыкли к новому! Поэтому, да, приехали мы к ребятам, вот в такой комнате будем праздновать! Дом на фазе строительства, да, но здесь уже тепло, скажи! Сейчас мы покушаем пиццу, а Боря у нас уехал, уехал менять клюшки! Взял он все-таки левые, а не правые! Выбирали мы их, выбирали, мерили-мерили, а получилось все-таки левые клюшки взял! Поэтому быстренько поехал, а мы сейчас пиццу раскроем, будем все кушать! В общем, покушали мы пиццу! Как тебе пицца, если в сравнении с дудо пиццей? Это ты мне так, положи кусок, такой кусок, такой, и я тогда сраблю! Ну, в принципе, вкусная, просто что мы брали непривычную для нас пиццу, Одна была очень острая, вторая с курицей и с помидорами, мы с помидорами, которые не очень любим, но мы взяли комбо, топ-комбо! Там было три пиццы, которые мы не пробовали еще! И третья с сосисочками такими! Ну, в принципе, классное тесто, вкусное все! Поэтому, да, заценили мы пиццу, фокс-пицца! Что ж, будем на этом видео заканчивать! Остаемся мы праздновать у ребят уже в следующем видео! Посмотрите сам праздник, еще он состоял, с наступающим! Уже с прошедшим! Мы уже во сколько? Уже с прошедшим! Уже с прошедшим! Мы же 1-го числа это видео выложим! А, тогда с прошедшим! Мы в каждом видео! С праздником! Ну, у нас, видите, не получилось как-то, мы хотели отдельно снять поздравление, ребят, но как-то у нас не получилось его снять, и мы прям всячески старались, спешили, и не получилось! И мы говорим, ну, что? Ну, говорю, будем тогда сто раз поздравлять во всех видео, чтобы точно всем зрителям долетело наше поздравление! Так что с прошедшими вас, ребята, и с наступающим Рождеством, и с наступающими, ну, праздниками, которые вот новогодние! Со всеми хорошими выходными! Да! С хорошими длинными! Классно! Празднуем мы у друзей, в их доме новом! Вот, решили они все-таки здесь праздновать! Ну, он, конечно, в стадии строительства, мы его показывать не будем так особо! Вот! Но вот так вот! Короче, пока-пока, ребят! До следующего видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok